В прошлом выпуске мы с вами говорили про какао-бобы и шоколад, а сегодня мы с вами проговорим про кофе и, как ни странно, про какашки. Родина кофейного дерева – это Эфиопия. Кофейные деревья – это вечно зеленые растения, произрастающие в экваториальном влажном тропическом поясе, и даже место произрастания кофе называют кофейным поясом земли. Это, соответственно, африканские страны, страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Существует два вида кофе, которые больше всего распространены в кофейном бизнесе – это арабика и робуста, но на самом деле всего самых разных кофейных видов около 90, то есть большое-большое количество. Арабика и робуста отличаются друг от друга по вкусу. Робуста дает горечь, а арабика – кислинку. Считается, что арабика – это более качественный кофе, но робуста также применяется. Вот здесь непосредственно у нас именно арабика. Как же цветет кофейное дерево? В возрасте трех-четырех лет оно покрывается такими белыми цветочками, которые ароматно пахнут жасмином. Потом начинают созревать плоды. И вот тут самое интересное, что плоды созревают не одновременно. Похожи они на такие вишни, и когда созревают, они красного-красного цвета. Но из-за того, что кофейные плоды созревают неодавневенно, очень трудно собирать кофе. И во многих странах используется ручной труд, то есть люди сами руками отбирают, где какие зерна уже созрели. Но правда на некоторых плантациях все равно используют и механизацию, то есть некоторые машины специально настроены на то, чтобы собирать только созревшие ягоды. И вот внутри этой ягоды находятся обычно два зерна, редко одно. И вот эти зерна как раз используются для приготовления кофейного напитка. Сначала ягоды очищают, потом кофейные зерна переправляют в страны, в которых непосредственно будет производство именно кофейного напитка. Там их обжаривают. И обжаривая, получается такой вот знакомый нам аромат и вкус, только благодаря обжариванию. Вообще существует множество разных способов обжарки кофе. Они все отличаются по вкусу, но это уже отдельная история. В какой момент люди поняли, что можно обжарить эти кофейные зерна, получить такой напиток точно сказать нельзя. Существует множество легенд о том, как люди стали использовать это растение и тем более увидели его бодрящие свойства. Но я расскажу вам одну легенду, которая самая распространенная. Правда, конечно, не все источники считают, что она достоверна. Итак, в Эфиопии был такой пастух, который как-то обратил внимание, что его козы поедают какое-то растение, и при этом они очень бодры, игривые, и его это сначала даже напугало. Он пришел в монастырь, рассказал эту историю, где монахи сами решили попробовать отвар из вот этого растения. Но, правда, на тот момент они пробовали, скорее всего, именно мякоть ягод или заваривали листья. И тогда тоже они получили такой необычный эффект, и после этого стали использовать кофе. Произошло это где-то в IX веке, но свое распространение кофе получило именно в арабских странах, и в арабской литературе упоминается именно уже приготовление кофе. И только в XVII веке в европейской культуре появился этот бодрящий кофейный напиток, и уже непосредственно тогда была и обжарка кофе, то есть в том виде, в котором мы с вами сейчас его привыкли видеть. Так, история, в общем-то, все. Самое главное, что впечатляет в кофе, это его кофеин, то есть природный алкалоид, который на самом деле нужен растению для того, чтобы отгонять каких-то паразитов беспозвоночных, например, мушек и жучков. Но для человека это оказалось очень приятным психостимулятором, так что мы с вами с удовольствием можем на себе почувствовать бодрящий вкус кофе. Не на всех людей он влияет положительно, некоторые после кофе засыпают, а некоторые сильно тревожные люди, наоборот, настолько возбуждены, что для их психики это немного проблематично, им лучше кофе употреблять поменьше. Чаще всего мы употребляем с вами либо растворимый кофе, либо перемолотый. Разница в них достаточно существенная, даже существуют споры, насколько это кофе, насколько там много кофеина и так далее. Но на самом деле разница именно в обработке кофейных зерен. Если перемолотый кофе, это мы обжарили зерна, потом перемололи зерна, заварили и пьем, то растворимый кофе, это мы сначала обжарили, потом перемололи, заварили, а потом еще и высушили. Вот существуют разные методы и разные технологии, как высушивать этот заваренный кофе. Но в общем получается такой сублимированный кофе, который можно использовать даже в самых суровых условиях. И в завершении нашего ролика поговорим про один из самых интересных способов обработки кофейных плодов. Итак, существует такой дорогой кофе, который называется копелювак. Его используют в странах Юго-Восточной Азии. Суть в том, что кофейные плоды поедают пальмовые цветы. Это животные семейства виверовых. После этого в их желудочно-кишечном тракте плоды перевариваются, но зерна остаются нетронутыми. После этого, когда они выкакивают эти зерна, собираются экскременты. И вот эти кофейные зерна очищают, обрабатывают, обжаривают и также заваривают кофе. Лично я сама не пробовала такой кофе, но знакомые, которые пробовали, сказали, что вообще по вкусу практически ничем не отличается. Но из-за такого удивительного способа обработки это действительно один из самых дорогих сортов кофе. Но если кто-то из подписчиков пробовал этот кофе копелювак, то пишите в комментариях, стоит ли оно того, стоит ли это своих денег. И мне будет очень любопытно, насколько по-разному люди воспринимают его на вкус.